Именно такие предметы интерьера и вещи, из которых ты просто можешь высасывать этот кайф бесконечно, потому что там просто заряд нереальный. И оказалось-то розовый цвет к лицу, и он делает все свежим. Как это происходит? Куда я это одеваю? Я вообще не понимаю. Как это? Типа разложить диван по вкусу в смысле? У нас тут секция диванов, да? Это иконический диван с 60-х, 70-х, иконы дизайна, Марио Белин, дизайнер. Ну, как сказать, это как роликс в мебели. Он мне показал весь этот интерьер, рассказал про какие-то там исторические сейфы, там у него в какой-то палаццо, отвел меня в Fendi Men's. Это был такой вообще экспириенс. Я ему сказала, ну, несите все, что у вас есть. Ну, как бы все, что мне подойдет, я возьму. Знаете, кот Азур, это мрамор Карара, тот же самый, который на кухне. И мы делали так, что эти столы у нас ездят. И она мне такая, да, is this your first Bulgari purchase? Она мне такая, да. И она такая, welcome to the family. Друзья, привет! Вы на канале Ши-Ан-Ши. Сегодня с вами Валерия, и мы идем в гости к девушке из моего топа самых стильных женщин в Латвии. Илона, дизайнер интерьера. И показать вам ее без пространства, в котором она творит, будет совсем неправильно. Сейчас вы все увидите и все поймете. Для любителей стильных интерьеров это будет особенный выпуск. Обещаю. Боже, как это впечатляюще. Вау. А как я могла в другую одеть? Только как и облачко. Слушай, это прям вообще. Ты сейчас не подходишь к аритектуре, потому что, ну, слава богу, в другом нельзя идти. Вообще, главное все. Но это такая фиг. Это самое важное, на самом деле. То, что ты видишь. Ну вот. Пожалуйста. Я надеюсь, телефон это передаст. Да. У меня ощущение, что на диаметах все эти коры, ты просто можешь щупать. Поделишься, покажешь? Покажу, обязательно покажу. Это вообще для меня само это все космос. До сих пор. Я здесь два года, но для меня это... Покажу кухню. Это наша студия дизайна интерьера. И тут мы для клиентов и для любимых гостей готовим кофе, водичку. Все, что захочется. Все, что можно приготовить. У меня уже влюблено. Вот скажи, как пространство поднимает настроение, да? Нереально. Это, знаешь, здесь находиться каждый день, это crazy. Я только что была на одном занятии спортом. Не буду называть название, не буду называть где, но это помещение просто было настолько... Его настолько надо было полюбить. Ему столько надо любви, что там я час пробыла, и я сюда зашла, у меня настроение вообще другое. Там так было все грустно. Ну, мы все знаем такие места. А вот это вот просто заходишь, и это ощущение, что тут все сверкает. Я очень хотела сделать всю стенку в зеркалах. Мы сделали сначала низ кухни, выбрали мрамор. Это уже второй мрамор, первый не подошел, мы его вынесли, потом вот этот вот, и потом мы сделали всю стенку в зеркалах. Увлекалась все, типа, там в зеркалах. И это тоже прям любимая штучка, которая была в моем вишлисте какое-то время, и потом в итоге я повесила и ожидала. Мне нравится это ощущение, что тут все сверкает. Тут прямо вот такое вот искры, такие свежести. Я очень люблю вот эти вот светлые цвета, вот такую вот свежесть. И вот такое вот, ну, оно прям бодрит вот это вот ощущение, как будто такой новый день. Смотри, как я. И вот, да, в комплекте. Я плавно куда иду. И что очень важно, что вот в интерьере ты, когда на себя смотришь, то себе красиво. Это номер один. Это не про предметы и про это, а вот где ты себя видишь в интерьере, и ты такая, ой, я хорошо выгляжу. Да. И поэтому тебе сразу интерьер кажется офигенным, потому что ты такая, о, мне подходит. Да, все классно. Как мрамор? Карара. Мрамор. Это самый такой классический белый мрамор. Это такая Карара Денетьяно. Она такая более, у нее больше жил. Но это все кастом, кухня по моему дизайну, концерт тоже по моему дизайну. И всякие любимые предметы, причиндалы, которые тут стоят для, тоже для поднятия настроения. Я помню эту примету до сих пор. Мне ее научили, поэтому. Да, тут такая рабочая зона одна из, просто здесь работаем, просто. Да, и тут тоже всякие, мне нравится, вот много всяких предметов красивых, что мне всегда надо что-то пощупать, потрогать. И для клиентов и для любимых гостей, кто приходит, тоже интересно, когда вот прийти, есть что-то, чтобы посмотреть. Да. Это прям самая, это мечта моего детства, куда-то залезть, что-то пощупать, посмотреть. Да, тут есть. Это твои проекты, с которыми ты сейчас работаешь? Да, это нет, это исторические проекты, которые сейчас работают, мы их не показываем. Что-то я показываю, когда уже готовые, подтверждено, поставлю в Инстаграм иногда. Но тут уже то, что вот сделано и то, что как бы можно всем смотреть всегда. Это офигенный стул из Икеа, его больше не делают, он стоил 20 евро, я прям им очень горжусь, такой японский такой, ну вот из дерева, мне очень нравится. А, и что самое интересное, что самое интересное, это столы тоже из камня, это мрамор, это травертин. Травертин, это то есть его сделан колизей, и в принципе древний Рим построен на травертине. И у Кристины, это Кристина Столова, я его выбирала, у нее даже подставка воды, тоже из травертина, и он пористый, у него естественные поры открытые. И все мы знаем Оникс, сейчас я принесу кусочек Оникса. Оникс это полудрагоценный камень, который используется и в украшениях, и в интерьере. Он такой полупрозрачный, очень красивый, его можно подсветить, потому что он очень такой нежный и открытый. Я очень люблю. Да. Это сейчас мой топовый материал, такой с розовым оттенком, обожаю. Да, все-таки розовый. Ну вот, и травертин, это тот камень, из которого создается Оникс. Природа придумала так, что сначала травертин, и вот это вот место, где он уже начал ментоморфозу Оникс, вот это уже Оникс. Да, то есть это самая такая, скажем так, сливочки на молочке. Сливочки, которая считается дефектом, потому что это дырка в камне, и мы его взяли за очень классное условие, очень классное цену, потому что ну как бы с дыркой камень не берут. А для нас это вот это вот ощущение, что это природа, это прям вот этот вот процесс, где этот камень переходит в тот, вот прям этот момент. Это очень, особенно. Особенно. Ну вот, и тут видно, вот это тоже Оникс, вот эти вот места уже Оникс. Да, он такой розоватый, те, которые очень розовые, они крашеные, они неестественные. Это естественные, да? Это естественные розовые, да. Да, у него такое внутреннее свечение, такое розовое. Да, да, он такой, ну, супер нежный. Очень красивый. Многие камни, ну, красят, особенно Ониксы, потому что Оникс очень редкий, его сложно добывать, и чтобы он был вот прям чистым таким, это прям очень такой породистый Оникс, как говорится. И обычно их там, ну, подкрашивают так что-то, да. Шаманят чуть-чуть. Да, ну, шаманят на Ониксе, да. И столик тоже из того же куска. Это Кристина сумка, не моя, я знаю, что мы будем про фэшн, но это… Фэшн, не знаю про фэшн. Почти, я дизайнер интерьера, на самом деле. Ну вот, и посмотреть, как эта сумочка подходит в интерьер, да? Очень классно можно посмотреть любой предмет, взять фотку интерьера и посмотреть. В принципе, в любой из этих интерьеров можно с такой сумочкой зайти, и все классно. Да, да. Ну вот, это тоже травертин, который такой, называется травионикс, в принципе, так корректно. Тот же самый стол, кусок. И вот драгоценная сумочка стоит на таком, она приходит, Кристина, на работу, садится. И все красиво. Да, все красиво. А паркет оригинальный с создания здания, это архитектор Михаил Эйзенштейн, тот же самый, который делал противоположное здание, которое… Ну вот, это тоже иконическое, но это голубое, которое просто моя любимая. Тоже самый архитектор, два дома напротив тебя. И оригинальный паркет со временем создания дома. Сто лет. Тебе пришлось его отковыривать из-под какого-то ламината или он там… Нет, к счастью, я таким магическим образом получила эти помещения, просто вот так как-то все сошлось, что как ровно выехали отсюда адвокаты, так и оно освободилось, и я как-то сюда попала. И они его не разрешают никаким образом закрывать. Хозяины – это оригинальная семья, которому принадлежало это здание. И тут он был, вот как он был, так он был. Они его подмазали, подреставрировали еще, но они очень так бережно относятся к элементам, к архитектуре, не разрешают ничего там трогать особо. Такие очень любящие. Это для них такая семейная ценность, это здание, поэтому… Ну и это мое любимое пространство, что такое… Ну самое такое бальное, да, для бальных финансов. И тут я делаю презентации клиентам, тут я тоже сижу, работаю. Ну, когда мне хочется иногда там, иногда тут. И тут, да, все такие вот прям любимые предметы. Я люблю собирать тоже какие-то вещи, я сюда складываю, складываю, тогда клиент приходит, и они смотрят, щупают все. Это мрамор, да? Это мрамор, который называется Кот Азур. Это мрамор Карара, тот же самый, который на кухне. И мы делали так, что эти столы у нас ездят. А-а-а. Что я могу взять стол оттуда, и когда у меня курс происходит, потому что я тоже курсы преподаю дизайн интерьера, я ставлю два длинных стола оттуда, они специально сделаны по размерам. Ну, и также вот за тобой стоит стол. Да, и они все, а все на колесиках. Да, потому что по-другому мрамор передвинуть просто невозможно, это вот этот вот весь, и так это пространство тоже мультифункциональное становится. Этот стол не подвинуть уже. Я купила этот целый слаб. Да. Перед тем, как у меня было вообще это здание, ну, это помещение, это здание, скоро будет здание. Оговорочка на поле. Да, упс, да, как бы, ну, медитировала уже почти, да. И прямо вот, это всегда было мое любимое здание, это голубое, которое из Наштайн. И я просто о нем мечтала, и я думаю, я там буду жить. Я вот очень долгое время буду жить в этом здании, вот оно просто мне дает такой кайф. И я никогда не думала, что будет еще круче, что я на него смотрю каждый день. Я просто, оно мне вот так. Это еще круче. Это еще миллион раз круче. Потому что у них вид не очень, на самом деле, оттуда. А у меня просто идеальный вид. И у меня был этот камень, я просто в него влюбилась, влюбилась в последний кусок. Он был, я не знала, что с ним делать. Я просто купила кусок камня, вот эту вот плиту. И потом, как у меня появилось это помещение, я сразу понял, все, ну, это комплект. Это по-другому не может быть. Да. Ну да, у меня символично скринсейвер тоже, это здание голубое. Расскажи, что вот это такое. Ой, ну это вообще, это вообще самая крутая штука ever. Я обожаю про нее рассказывать. Это светильник, инсталляция светильника с кристаллами. Я очень надеюсь, камеры это словят. Это сияние. Дизайнер Инго Маурер. И в первый раз я вообще соприкоснулась с этим изделием, скажем так, когда я смотрела сериал «Selling Sunset» на Netflix. Там был дом за 55 миллионов, который просто нереальная сумма. Самый дорогой дом, это был первый или второй сезон. И этому человеку говорят, ну ты не продашь его за такую цену, вообще это нереально. Да. И в одном из небольших помещений в этом доме, они так быстро промелькнули, была эта штука. И я такая, боже мой, какая красота. Что это было? Ну это было две секунды, я просто ее запомнила. И буквально две недели спустя я захожу для проекта «Искать светильники», захожу на сайт Инго Маурер и эта штука висит. И я думаю, все. Ну у меня нет вариантов. Ну как бы я даже не знаю, сколько она стоит вообще. Ну что, я просто поняла, ну да, окей, как бы согласна, она мне нужна. Ну да, это было тоже в моем вишлисте какое-то время. И тут самая классная история вообще какая может быть, потому что, во-первых, я эти кристаллы вешала сама. Как оказалось, они прислали просто сетки и упаковки кристаллов. Вешаешь ты сама. Я пока это все повесила, это было три-четыре часа, и потом натянуть эти все сетки. Там разные варианты, как их можно ставить. И суть вообще в чем, да, ну понятно, она не дает свет, это чисто вот кайф и отсвечивает вечером, когда ее можно подсветить, и она вот прям играет. Плюс есть еще такой нюанс, когда солнце низко зимой, сейчас оно выше, оно бросает радуги просто на все помещение. Потому что, ну, кристаллы пропускают призму. И Иго Мауров, дизайнер, у него было желание передать эмоцию того, как рыбаки в Менеции утром, они вытаскивают сетки из воды, и с этой сетки капают капли воды, и через них идет утреннее солнце. И он именно вот эту вот эмоцию хотел передать, и это просто гениальнейшее, ну, у меня просто мурашивает все, это гениальнейший вот способ, как он просто запечатлел кайф. И я абсолютно всегда за именно такие предметы интерьера и вещи, из которых ты просто можешь высасывать этот кайф бесконечно, потому что там просто заряд нереальный. И вот эта штука, она, блин, просто… Да. Это невероятно просто. Это магия, магия. Это реально магия. Это реально магия. Это реально магия. Это вот человек просто… Вот мне надо как-то это передать, и он это сделал. Да, это и есть такое дело. Это мой мастер-приз проект, который я очень-очень люблю. Такие иконические посадные места. Это тоже было в моем виш-листе. У меня помещение собиралось по кусочкам. Сейчас оно 90% готовое, за исключением вот этого пространства, которое два года, я не знаю, что с ним делать, оно просто у меня стоит вот так вот. Ну, как бы я туда не хожу, ничего. Я не знаю, что я там хочу сделать, пока что до сих пор мне просто не приходит. Ничего из этого не сложилось сразу. Это не было, о, будем делать так, и все покупаем. Нет, это вообще так не было. Это было прям тут, тут, тут. И это тоже было. Сначала были вот эти вот две части, потом добавилась еще одна часть. И это у нас хамалеонда, я думаю, все ее видели где-нибудь уже. Это иконический диван с 60-х, 70-х. Иконы дизайна. Марио Белин – дизайнер. И, ну, это, ну, как сказать, это как роликс в мебели. По-другому не могу это объяснить. Супер уникальная штука, супер оригинальная тем, что это был первый модульный диван вообще в мире. И сейчас мы его видим очень часто в инстаграме. Да, красиво, да, красиво, но там под низом очень такая вот прям фундамент очень большой. И когда все его увидели, они были в таком ахере. Они такие, как это, типа, разложить диван в смысле, как бы. У нас тут секции диванов, да. И он придумал, что вот мы можем это все комбинировать по-разному, чтобы, ну, вот эта вот сама суть пространства, как я тоже люблю, что оно мультифункционально, потому что не привязан к этому углу этой мебели. Да, поэтому я, ну, периодически просто по настроению хочется какую-то перестановку делать. Можно все это передвигать. Даже эти штуки снимаются, и можно вот эту штуку нацепить там на этот пофере по-разному. Просто передвигаем по-разному это все. У него такой интересный цвет, это не бежевый, мне кажется, он чуть-чуть какая-то пудра, да? Да, что-то такое. Очень тщательно подбирали вот тоже эту ткань, так как тут суперрыжий паркет, такой желто-рыжий. Угу. И если пойти в теплые тона, то это все будет очень быстро выглядеть грязно. Поэтому на самом деле все тут в холодных достаточно оттенках, чтобы вытягивать, вот балансировать этот пол. Вот эту желтоту. Маска от моей мамы. Где она ее взяла, я не знаю, но я посчитала, можно на нее поставить здесь. И перья тоже от моей мамы. Она мне на день рождения привезла цветы и перья. Что очень символично, потому что в этом голубом здании, который у нас напротив, тут, которое видно, там раскрытый павлин полностью со всеми перьями. И по значению юген стиля, арт-муво, это значит космический портал. Это вот когда космическое небо у них, потому что было закодировано в каждом элементе, который есть, смысл. И хозяин дома, когда он строил дом, он говорил, вот я хочу там богатства, я хочу там успеха, я хочу там стабильности, там семейной жизни. И вот выбирали все эти декоры, чтобы закодировать там эти смыслы. Они вообще не просто так, не просто для эстетики. Да. Частички тебя, да? Да. То есть частички меня, это я маленькая, это мои родители. Да. Мама и папа. Да, и всякие такие любимые вещи. Я даже могу оставить в коробке, упаковке. Если мне эстетично, это приятно, я это собираю, мне вообще не важно, ну, как это все. Да. Твои проекты. Да. Есть, есть. И я даже собираю тут, просто я езжу когда на море, я очень люблю море, я собираю и ракушки просто ложу в эту сюда. Да, я знаю, ты любишь ракушку. Обожаю просто, не могу. Вообще море, фанат моря. Это такой лютый, как говорится сейчас, модно говорить лютый. Я сейчас очень практикую это слово. Слушай, так интересно, вроде много всего, но все настолько органично соединилось, встало. Да. И я здесь скажу больше, это не планировано. Это в принципе просто у каждого этого предмета, он мне нравится. Да. Тут не стоит ничего, что мне не нравится. И когда ты складываешь свои любимые вещи, ну вот там, ножницы, которые тебе нравятся, ты ложишь куда-то, это считывается просто энергетически. Потому что это не сделано как декор, чтобы вот вы все посмотрели. Какой-то докупленный чужим человеком. Да, да, да. Вот мы все знаем этот вайб, где там Том Фортнига лежит, и две вазы. И свечечка какая-то, да. Абсолютно. И там вообще жизни нет. Жизни нет. Такая штука, мы сейчас его поставим в один проект, мне заказчица прямо сказали, ну тот, который у вас стоит. И у нас он стоит какое-то время, и в принципе все клиенты, которые приходят, такие вау. Филипп Старт дизайнер, плюс-минус 20 лет этому дизайну. Может немножко меньше, не помню на самом деле, но он до сих пор абсолютно вне времени, таймлесс. Ну это просто произведение искусства. Да, он не для ежедневного пользования, но для гостевого санузла. Пау-де-ру. Потому что тут прикол такой, что когда здесь идет вода, если кто-то видел его вживую, он крутится как вортекс. Он называется Старк Ви. И ты когда его включаешь, ты видишь, как здесь вода крутится. Такая вороночка образовывается. Да, это абсолютно такое естественное природное явление, такое мини-торнадо там. Она всегда знает то, что мне типа не надо, но очень надо. Я вообще даже не представляла. Она принесла такую коробку, я думаю, что там котенок может быть, ну как бы. Да, я не знаю, будет ли он так себя вести или нет. Они могут нас поснимать. Смотри. Выйди, на секундочку, смотри. Мы туристов сделаем очень счастливыми. Да, солнце ушло, но туристы пришли. В тролли-вали, да, тут все такие дела, интердакшн на четырех языках. И вот самое интересное, это в конце, где нам рассказывают, что значит декоры на зданиях. Что, например, дракон у нас знак богатства. Символ богатства. Если дракон охраняет дом, то в нем живет состоятельный хозяин. Драконы как декоративные элементы использовались на ранних. В парах Рижского юбестиле в основном украшали здания стилем национального романтизма. И хозяин выбирал эти декоры. Тут, я думаю, в юбестиле было так, как бы никто в книгах не пишет, но я думаю так, что у каждого хозяина, да, все проходили мимо и все понимали, о чем тут речь и кто тут живет. И надо себя вести достойно, проходя мимо вот этих вот домов. Там тоже львы напротив. На этом доме львы и смотрят на них вот там вот тоже три-два напротив. Тут такие. Я думаю, тут были такие немножко Game of Thrones. Ну, в моей реальности, я думаю, что это было так. Потому что в Югенстиле вообще Рига была супер богатым местом, супер богатым городом. И вот эти вот все знания, они стоили нереальных денег, чтобы построить. И вот мы сейчас ходим и как бы, ну, привыкли в основном все. Туристы, конечно, до сих пор падают, но это единственное место в мире вообще Рига, где такая концентрация зданий Art Nouveau в центре Риги. Там каждое третье зданий Art Nouveau. Это нигде в мире нету. Ну, мы обнаглели, конечно, но это нормально, да, такие как бы. У нас это в генах. Но это действительно, если присмотреться к этому величию, это невероятно, просто невероятная сила, невероятная красота. И это энергетика и творение, которое там вложено, так как это все руками делали профессионалы, которые специализировались на львах и на павлинах и на декорах и на всем, что тут прямо вот это вот, даже не королевское, это, мне кажется, глубже. Это что-то круче Game of Thrones. Я думаю, надо снять какой-то сериал про рижский, не то, что там снимается этими каретами, а вот прямо такое, где там на балконах стоят, вот такие истории. Да. Это всегда в воздухе. И всегда тоже в воздухе, когда сделано, ну так, типа мы быстренько сделаем, чтобы продать. Или, ну как бы так, напилили тут что-то, ну нормально, жить можно. Ну, это не поделать. Энергетику места ее просто не поделать, можно туда ставить что угодно, любого уровня, диваны там самые дорогие, но всегда будет считываться с каким намерением, с каким вайбом, с какой энергетикой вообще подход был к этому месту. Потому что это пространство, кто здесь проводил хоть немножко времени, вот ты тоже выйдешь, почувствуешь, он просто питает себя, она просто пропитывает себя, и ты потом просто вот что-то так немножко паришь над землей. Да, это место. Расскажи, открой главный секрет, кто ты такая? Ты что за фея в таком красивом пространстве? Во-первых, я нереально рада тебя видеть, мы какое-то время, мы виделись, но мы не встречались там близко, и я очень рада, потому что ты просто ну восхитительно выглядишь, я обожаю эстетику, я человек эстетики, я такой супер эстет, и ну мое занятие по жизни это дизайн интерьера. Я дизайнер интерьера, я делаю офигенно классные проекты, я горжусь этим, потому что мне каждый из них просто нереально нравится, для офигенных людей, и все это сделано вне времени, я работаю в стиле, который переходит все тренды и все границы. Но, кроме всего остального, ты большая модница, ты очень красивая женщина с таким особенным вкусом, и мы с тобой уже это показали в Лофисель, я конечно же к тебе вернулась, потому что мои вкусы не поменялись. Класс. Ну, расскажи мне, пожалуйста, как бы вот ты назвала свой стиль, он такой у тебя особенный, не похожий ни на кого? Да, это классный вопрос, я об этом думала, ну у меня сейчас такое, я его сейчас называю селебушка, да, это типа селебрити, но так, типа селебрити, чебурашка, что-то такое, ну потому что это настолько несовместимые вещи, я люблю совмещать то, что, ну мне никто это не показал, я не увидела там в инстаграме, ой, я хочу так одеться, или я могу видеть какую-то одну вещь, но я складываю то, что мне очень нравится. И как это происходит? Ну нету системы, нету схемы, мне номер один очень важно, чтобы мне все было удобно, я не одену ничего, чтобы мне неудобно, ну даже на съемку это не будет никогда, и чтобы это что-то было, что мне дает кайф. У меня вообще принцип такой, что я выбираю вещи и интерьера, и то, что на мне, то, что мне дает просто кайф, что я одеваю это, и я хожу, и мне хорошо, и мне не важно это там в тренде, не в тренде, это как выглядит, это не выглядит, мне надо, чтобы я чувствовала в этом вот так, на подъеме, и все, вот такое вот. Как его назвать? Ну, силебушка, наверное. То есть не комфортно, а, нет, это не совсем про комфорт, не про удобство, а больше, чтобы она тебе создавала какое-то настроение, да, вещь? Тысяча процентов. Она должна быть по факту удобной, у меня даже есть правило гардероба, где номер один я написала, я одеваю только то, что удобно. Мы все знаем эту боль, когда ты что-то купишь, и в итоге ааа, не одеваю. Я не люблю это чувство, я его пытаюсь как-то ну, обыграть, хакнуть, да, я хакнула тем, что мне вот правило номер один только удобно. Если я что-то покупаю, это как-то неудобно, и все. Не важно, что это, все. И мне надо, чтобы номер один было удобно, и второе, чтобы это создавало мне настроение, абсолютно. чтобы я себя чувствовала еще лучше, чем когда я проснулась. Обязательно. по-другому просто нет. Тогда смысл вообще одеваться. Можно и не одеваться. Разделяю с тобой. А скажи, как это, как ты к этому пришла? Когда вот это произошло, когда ты вот поняла, что это мэтч, я нашла свое? Наверное, я так чувствую хорошо себя в своем стиле уже последние, ну, может быть, два года, да. Наверное, с тех пор, как я здесь. Плюс-минус. Но это было нереально много экспериментов, уже начиная там с 14 лет, когда начинаешь себя сама одевать. И было очень много одежды, которая заставляла, ну, заставляла мне чувствовать себя плохо. И я все время пыталась разобрать, почему вот эта вот вещь, мне от этой хорошо, от этой плохо. И я вот просто вот экспериментировала. Я думаю, что через меня прошло столько много одежды, как через кого-то другого, потому что у меня еще есть прикол, что я ее, я не держу одежду. Если я ее не одеваю там какое-то время, я все время ее продаю, ставлю там на нее вестер или на андел, или там какой-то винтаж, винтажный магазин. Я люблю вот эту вот циркуляцию абсолютно новую. И как только я получаю тоже какую-то свою новую личность через свою личную трансформацию, я понимаю, что у меня уже ничего не подходит. Ну, как бы много это одеть. И вот у меня эта циркуляция, я не тот человек, который будет долго держать. Я тот человек, который очень быстро отдаст вещи. У меня вообще ноль привязанности к вещам. И из-за этого, что я могу так вот пропустить и много, я разрешаю себе экспериментировать. Ну, было, ну, были очень, особенно там 14, там, может, 22 года, были очень болезненные аутфиты. Ну, вот прям больно. Ты проходишь весь день и ты понимаешь, что ты плохо себя чувствуешь, а почему ты не знаешь. Ты просто не хочешь это чувствовать. Это началось из-за этого, что ты просто хочешь, ну, есть же что-то, что я могу одеть, от чего мне классно. А что это? Потому что я одеваю то, что там моя подруга одела, мне нет классного чувства. И вот пробовать это, пробовать то, там, тело, когда тоже меняется, понимаешь, это уже не одеть, это одеть. Или там, это сейчас можно одеть. И просто тупо пробовать, 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 и ты в какой-то момент у тебя просто, ты нащупал. И ты уже знаешь, что тебе ничего другого не хочется. Ты уже не пойдешь обратно. Ты знаешь, а, эту юбку, я уже знаю, она мне не подходит, там мне не подходит. В принципе, уже все эти вещи, ты прошелся по всем стилям, по всему. Да. Ощутил все эмоции. А, мне классно в этом. Эксперименты. Ну и плюс ты себя, мы, слава богу, сейчас все ведем в соцсети и видим себя со стороны. И чувствуешь, вот я. Это я, да? Сто процентов. Такая я себе нравится. Сто процентов, да. И знаешь, еще классный момент, я сказала про соцсети, что у меня еще новый прикол появился в гардеробе, что когда я выбираю вещи сейчас, мне уже это встроено в голове, я думаю о том, это будет хорошо выглядеть на камере или нет. Да. Это просто по факту. Да. И я не буду ничего покупать, что плохо на камере выглядит. И знаешь. А у меня я стала думать о том, что, к сожалению, я могу надеть вещь два раза максимум. Да. Потому что я в ней уже появилась на ютубе, я в ней появилась на инстаграм, она свое отслужила. Отслужила. Спасибо. У меня автоматически отпали еще очень дорогие. Ну, понятно, сумка обувь это ладно, но там уже как бы надо держать какой-то уровень. А мне не нравятся эти недорогие сумки, но одежда все. Да. Она уже приобрела какой-то такой более легкий фон какой-то, да. Как я тебя понимаю. Да. И легче прощаться с ней. Да. Что на самом деле очень хорошо, ты не смотришь на эту вещь, которая висит такая, ну, может одену когда-нибудь. Ты просто знаешь, что нет, потому что вот ты так нащупала классно, ты так и писала круто, потому что вот когда ты снялась там в Рилсе там в ютубе, там у тебя две уже, два места было, у тебя даже ассоциация этого пиджака у меня там лично с конкретным эпизодом, который был тогда, и это как будто возвращаться в прошлое. Он себя отработал, да. Все? Да. А каждый день, в принципе, я не знаю, ну, наверное, тебе может быть работа и встреча с клетками не позволяет, но в обычной жизни я все равно хожу в супер комфортных вещах. Это какие-то леггинсы, какие-то спортивные обувь, какая-то худи. А вот они у меня с одной годами, но на камеру они не появляются. Тысяча процентов то же самое, потому что вот это прям слава богу, что можно сейчас это делать, ходить в этих трениках, в этом всем. Раньше это вообще никто не мог позволить, да, это как бы, ну, не было такого вайба. И у меня прям, да, у меня пятьдесят на пятьдесят, у меня что-то вот такое, в чем я сейчас одета, и вторая сейчас, которая суперудобная, там все вот эти вот ткани, вообще такой кайфовый весь вайб, да. Не для социальных сетей. Расскажи свои секретики, с чем ты любишь, что сочетать, может какие-то твои любимые силуэты, какие-то приемчики, что ты нащупала для себя, расскажи. А у меня есть один, который вот такой тоже такой, ну, просто база для меня. Я думаю, что это в основном все знают, но прям он мне кажется золотое. Это когда, если тебя верх обтянут, облегающий, то у тебя может быть вниз свободный. Да. У тебя там XXL могут быть штаны, но обязательно, когда верх обтянут, да, или наоборот, когда у тебя леггинсы, да, что-то очень обтянуто, ты можешь себе позволить огромную майку. И вот когда я, ну, ухожу от этого принципа, тогда как будто что-то не странно. Вот это всегда, и у меня всегда вот аксессуары, особенно сережки, они меняют весь аутфит. Я могу одеться в тренировочном костюме, в каком-то бежевом, ничего особенного, но если я хочу там, ну, типа, куда-то пойти, там, покушать, да, на обед, чтобы все-таки, ну, как бы, не супер бомж, да, такой, но такой, ну, типа, на богатом, я сто процентов одену эти сережки, и мое внутреннее ощущение, во-первых, мы уже мало что делаем для других, мы в первую очередь делаем для себя, и вот когда у меня это чувство, этот крутой лай появляется, я такая просто так сняла, а потом так одела, с любым аутфитом, вот эти мне вообще ко всему идут, и мне прям хорошо, прям хорошо, у меня прям меняется все. Или то же самое с кольцами, я могу быть в тренировочном костюме, но если я хочу вот такой умф, такой поднять немножко себе вайт, или сережки, или все, да. А, и сразу другой, да? Абсолютно другой настрой, абсолютно уже такой, ну, я говорю, ну, богатый так уже, как бы, не только спортом занимаюсь, как будто. Ну, просто в магазин пошла. Да, такая, как бы, а деловая. Может быть, я после какой-то важной встречи просто очень устала и забыла снять аксессуары. И никто это не знает, они просто гадают. Да. Ну, а что, вот если ты рассказала про серьги, назови, пожалуйста, этот бренд и вообще расскажи про свои любимые. Есть у тебя бренды какие-то, к которым ты в последнее время обращаешься больше всего? Это вообще уникальная находка. Это супер винтажный Paco Rabanne. Даже видно. Да, да. И я их нашла на eBay. Они стоили 50 долларов. Повезло. И я их нашла, ну, наверное, 6, может, лет они. И я на них смотрела год. Ты понимаешь, их никто не покупал, потому что там была просто стрёмная фотография. Тёмная какая. Я такая, ну, или будет, или не будет. Ну, вроде 50 долларов, как бы, ну, можно. Можно рискнуть. И я год просто такая. Я такая, ладно, куплю. Я их не снимаю. Они самые удобные, они не тяжёлые. Я их ко всему просто могу одеть. Я обожаю винтаж, да, это к чему? Потому что вот там просто можешь найти такие штуки, в которые ты влюбляешься и всё, это твоё. Это тоже вопрос экспериментов, но как-то с винтажем я быстрее попадаю, потому что всё-таки ты там такая, там другая тоже эта энергетика. Вот вообще про брендов, если честно, я так, ну, не особо привязана. У меня кого-то, кто это, типа, этот или этот. У меня есть три бренда, которые, к которым я в последнее время обращаюсь. Один – это Fendi, потом Bulgari и Cartier. И во всех трёх есть заложен смысл. Fendi вообще, ну, как бы всегда, ну, бренд как бренд, классно, да, красиво, вот всё супер. Но у меня там такой классный коннект случился с Sales Associate в Милане. Он мне показал весь этот интерьер, рассказал про какие-то там исторические сейфы, там у него в какой-то фенди себе сувениры, в которых заложена эта эмоция. И каждый раз, когда я одеваю что-то из Fendi, что я там купила, у меня вот этот вот вайб вот такого вот искреннего человеческого взаимодействия и этой истории, и вот это вот всего. И я прям… Это опять-таки про ресурсы. Я из этого Fendi высасываю весь свой ресурс, который я могу. В Bulgari тоже самое. Как бы он мне нравился, но я такая, ну, типа, ну, как бы у всех видела там Bulgari. Условно, у всех, да? Ну, много. Потому что я смотрю, да. И вот у меня тоже случилось… Я просто такая в Милане, и самое интересное, в аэропорту зашла, типа, что-то посмотреть, да, у меня было время. И там такая Маргарита женщина была, она такая большая. И она вообще-то такой вайб, такой семейный вайб. Я такая, ну, что это по мне есть? Я такая, по-моему, я такая, ну, все, я не могу ее купить, потому что я чувствую эту энергию, да, что там есть. И она мне такая, да, is this your first Bulgari purchase? И она такая, да. И она такая, welcome to the family. Все, я понимаю, что это какой-то мафии. Ну, все, ну, как бы это моя семья. Болгарит моя семья, и сейчас у меня как бы там… Я хочу коллекционировать с Bulgari, с Ротпиарити, вот прям всю свою жизнь, прям дойти его до… Ну, я думаю, быстро это случится, но прям мне нравится это. И в Корсе тоже самое. Всегда видела его, ну, как бы красиво, классно. Ну, один, когда смотришь в Инстаграме, красивый браслетик, а второй, когда у тебя реально случается какой-то вайб. И я купила вот свой первый Корсе, вообще в первый раз зашла в Корсе. В этом году, в феврале, когда я ездила в Дубай. И я тоже такая, ну, как бы, ну, что там смотреть, да. Ну, как бы все уже видела, гвозди какие-то, да, какие-то. Ну, как бы, что это, ну, как бы классно, модно. И вот прям, у меня вот тоже так совпало. Я там, типа, 20 минут жду, да, тоже меня бесит ждать, нафига мне ждать, да, там в Корсе. Я, типа, жду, сижу там. И приходит вот такая вот Ниночка, да, такая, она филиппина, да, что такая маленькая, аппетитная, такая красивая девушка. И нету ни одной комнаты, кроме VIP-рум. Для моей первой покупки. Я такая, о, ты знаешь, я не знаю, как ты делала это. Это, как, так редко, что VIP-рум доступен. И просто вся VIP-комната моя, и она просто, ну... Тебе не оставили шанса уйти без покупки. И это уже, когда я уже, в принципе, выбрала то, что я хочу. И вот этот весь, вот там очень чувствуется душа, история, энергетика, когда ты, ну, с правильным человеком, да, с VIP-каналем. И эта ценность для меня, ну, она как-то прогружается в меня. И, ну, я особенно, потому что я вкладываю в свои покупки свои смыслы. У меня случается какой-то там ивент важный в моей жизни, или я дошла до какой-то точки, и я ее фиксирую себе, да, вот. Да. Я здесь, да, я хочу себе такой символ чего-то. И вот прямо вот, когда это все вот так вот красиво, это та память, которую ты несешь всю жизнь. У тебя что-то особенное с этим местом, с этой вещью ассоциируется. И я такое чувствую, что это возвращает меня в детство, где, знаешь, у тебя вот одна любимая игрушка или свиток любимый. Да. Вот эта тварь о том, что женщина достигает сама. И это такой кайф купить себе самой, несравнимый ни с одним графом, который тебе подарил случайный мужчина в твоей жизни, да? Да. Нравится случайно он такой. Ну, я имею в виду, что, может быть, у него есть еще женщины, да? А может быть, он в твоей жизни задержится не так долго, да? Но то, когда ты сама себе это делаешь, это не заменить ничем. По своей самоценности. Потому что, ну, я тоже, когда покупала вот это вот колечко, я специально хотела, чтобы был бриллиант. Потому что это про то, что я всегда вижу, какая я особенная себе. Я для себя на первом месте. Всегда. Нет. У нас комментаторы это не любят. Ну, комментаторы, вы можете писать очень много комментариев про то, сколько вы меня не любите. Я обожаю такие комментарии. Вообще, YouTube – это бест. Потому что, ну, как бы, просто вот скажите, вот, я умоляю вас, скажите вам, что вам больше всего вам не нравится? Я очень хочу представить эти комментарии. Они скажут, что самовлюблённые, самолюбие, а зацепленные на брендах, на самом деле, они себе внутри даже не могут позволить любить себя. Вот еще. Поэтому так это все не нравится. Да. И самый прикол, что, что бы там не было написано, главное со всем соглашаться. Да. Да. Это так. Я просто, это ваше мнение, я его себе просто не беру. Абсолютно. Абсолютно. И вот классно, что можно вот сказать все. Ну, что ты хочешь, то и можешь сказать. Я тоже хочу говорить, что я хочу. И, как бы, все. Вообще, у нас тут идеальная какая-то такая группа, да? Да. Где твой шоппинг-то случается? А какие страны? О-о-о. Да, мой шоппинг… Ну, в ежедневной жизни я шоплю онлайн. У меня сейчас топ, я покупаю Skims очень много. У Ким Кардашиэн вообще не фанат. Обожаю ее. Она просто захватила систему, там просто все идеально. Там просто все идеально. Я просто сижу каждый день, что бы мне еще там подобрать. И по ценам, и по всем. Ну, просто там вот вайб. Я могу там что-то, ну, на Луисе Виа Рома, Май Твисе, ну, как бы так, да? Какие-то вещи. Но я больше всего люблю, когда у меня какая-то важная поездка случается или какой-то этап моей жизни вот подходит к концу или начинается новый, да? Я себе символично разрешаю сделать шоппинг там в Милане, в Дубае и так далее. Я не могу не сходить в бутики. Это невозможно, если я в Милане, в Дубае, где там еще, ну, в Риге там такие странные возможности, ну, для меня, скажем так. Я хочу всегда видеть интерьер, потому что эти бутики, они всегда могут позволить самое лучшее. Я хочу знать, что они выбирают. Таким образом, я тоже учусь, что такое вне времени, да? Как это выглядит. Смотрю, ой, это работает, это не работает. В первую очередь, это всегда у меня про дизайн интерьера. И если я подловлю какой-то кайфовый вайб или с каким-то особенным человеком там встречусь, потому что я когда Фензи встретилась, во-первых, я изучила там весь интерьер, он мне все эти Фензи в Милане, там их несколько, показал и men's, и women's, и там галери, я знаю, откуда камни, там Карл Лагерфелд, там обои. Ну, вот все вот эта вот история под ним. Ты понимаешь эти смыслы, ты просто хочешь соприкоснуться с этой одеждой. Да. И вот я вживую люблю в бутиках. Вот больше всего вживую, вот прям если Фензи, там Корсия, Бугари, да, там в Балентиану могу зайти. Я люблю этот контакт с журнализмом. Если я покупаю такую дорогую вещь, я хочу экспириенс. Да. Без вариантов. Всю гамму эмоций. Абсолютно. А не просто прийти в коробки. Нет. Хотя они тоже красиво прислаживают. Да. Не вопрос, да. Если, ну, иногда я что-то нахожу и потом мне такая, типа, ну, надо заказать или как-то так, но это реже. Я заказываю обычно такой, ну, как бы стандартные вещи гардероба. Да. Могу в зале что-то купить, чисто поиграться, но я, блин, недавно тоже что-то купила, это все разваливается. Это так сложно для меня. Это реально. Один раз одеть для чего-то, тогда окей. Но я люблю влюбляться в вещи, в людей. И, ну, я когда там, типа, постиралась и типа, все. Я такая, мы только что познакомились. У меня слишком трудно. А я такая, ну, ладно. А случилось ли так когда-то, что ты купила что-то очень странное, немыслимое, невероятное, на что ты сейчас смотришь, думаешь, что со мной было? Я в этом сейчас одета. Это вот эти вот полезняшки, вот такие вот пушистые. И, ну, вроде как бы ничего такого крэйти, да, ну, типа, очень красивая обувь. Но, во-первых, я не ношу розовое. Во-вторых, ну, как бы, это абсолютно неадекватно, потому что я зашла в Баленсиагу, и у меня, в принципе, есть гардероба нейтральная в основном, да. И за последний, там, год где-то, восемь, может, месяцев у меня начинает прогружаться вот такой розовый цвет во мне, как бы, приходить, да, ко мне. И я захожу в Баленсиагу, вообще не мой бренд. У меня из новой Баленсиаги, у меня была винтажная Баленсиага, из новой Баленсиаги у меня никогда ничего не было. Я всегда смотрела и думаю, что вы за люди? Я знаю, что я взялся курт, я говорю, ну, кто вы? Ну, объясните, я не понимаю. Ну, просто вот я не понимаю, ну, вот как это? Я хочу, чтобы это мне тоже нравится, я не понимаю. Я такая, ну, можно зайти в Баленсиагу в Дубае, в Дубай-Моа. Я захожу, офигеннейший, этот, sales associate, француз, все дела. Да, и у них все такое, индустриальное, да, там, Баленсиага и стоит эта обувь. Вдруг. Да, и я такая, ну, помылись. Она такая, все, я как одела, я ее вообще, ну, просто не сняла, я ходила в нее, я еще такая, ладно, давайте мне с вашей майки Баленсиага. Ничего адвократного в этом нету, потому что по улице я не могу в них ходить, мне просто, ну, все это выдумкляти. Да, это невозможно, да. Так, чтобы мне было к чему ходить, нет, это как-то в процессе появилось, и сейчас я покажу, я принесу еще одну покупку, она мне тут стоит, что происходит после вот этой вот покупки. А что происходит, да, я не знаю, что это будет за комплект, наверное, будет тоже сумка какая-то появится, которая, и оказалось-то розовый цвет к лицу, и он делает все свежим. Как это происходит, куда я это одеваю, я вообще не понимаю. Но я без этого жить не могла, я не могла выйти из Баленсиаги без этой обуви. И она у меня очень долгое время стояла просто на столе, как декор, потому что она мне что-то дает. Откуда это? Никогда у меня не было ни тяги на розовый, ни розовый перец, что это какой-то плейбой, что ли, я не знаю. Девочка-плейбой, что это? Но это просто, я на это смотрю, и я просто, мне так хорошо. Вот, да. Очень красиво. Сегодня я в розовой обуви Баленсиага. Кстати, я смотрела ее потом онлайн. Нигде не могу найти, только в Дубае видела вот эту модель. Нигде, ну, нигде, нигде, нигде. Это Фрэнки Шоп. Он у меня, этот костюм, наверное, 4 года. До сих пор в моем гардеробе всегда получаю комплименты. Вчера у меня на улице была, у меня какой-то мальчик тоже подошел. А, я просто хочу сказать, что я люблю твои фэк. Как иностранец. Такого прикольно. Это у нас винтажный Пакурабан. То, что я показывала. Вот такие вот штучки. Угу. Угу. Это у нас резинка Фенди. Потому что что-то из Фенди всегда со мной. Хороший вайп. И у меня колечки Cartier. И это булгари Serpent Viper. Это белое золото, это розовое золото с бриллиантами. Это очень изысканно выглядит с твоими татуировками. О, спасибо. Ну, как всегда. Спасибо. Я очень люблю свои пальцы. Я очень много работаю руками. поэтому они мне должны нравиться по факту. Я влюбляюсь в себя тоже, чтобы, ну, давай. И, ну, вот, украшать это все, чтобы, ну, это просто топ, топ. Лона, благодарим себя. Спасибо. Это классно. Я просто готова все рассказать. Просто все секреты. Спасибо. Мы все узнали. Спасибо. Спасибо всем. Пишите комменты. Подписывайтесь на канал Валерии. Она просто лучшая. Мне кажется, у тебя тоже канал. У меня есть канал, но он больше такой образовательный. Кому интересует дизайн интерьера и учиться. Мы напишем. Да, можете написать. Подписывайтесь на мой инстаграм. Да. Мне нравится мой инстаграм. Спасибо. Спасибо. Я очень не люблю, ну, в принципе, не то, что не люблю, но, как бы, некрасивые люди, они не привлекают мое внимание. Я супер эстет. С чего ты взяла, что ты красивая? Ну, я так решила. Хочу четко обознать, что любой человек может быть красивым. Нет такого, что это невозможно. Но это работа с собой, в первую очередь. Я себе нравлюсь, я становлюсь красивым. Все. Ну, так работает. В принципе, формула простая. Просит работу, но она просто вот настолько элементарная. Золотые слова. Субтитры сделал DimaTorzok